Вопрос следующий, такого плана. То, что произошло, а мы все знаем, законодательное собрание города Севастополя в большинстве, за исключением, я считаю, патриотов, настоящих патриотов нашего города Севастополя. Это коммунисты, Кияшко, Пархоменко, это Борисов, это Дубовик Евгений, праведливая Россия, это, как фамилия еще подскажите? Глотова. Глотова. Пять человек. Пять человек, это истинные патриоты города Севастополя, которых можно уж сегодня назвать, сказать, что это действительно патриоты города и нашего народа. А все остальные, все остальные, вот слово вам передаю, дайте им оценку. Ну, Павел Евгеньевич, я вот опять же, патриоты города, патриоты, патриоты, понимаете, стать героем за один день, значит, ты должен всю жизнь, до конца дней, нести это звание героя. Патриоты, вот вы говорите, патриоты, патриоты. У меня очень много к этим патриотам вопросов. К этим даже пятерым? К этим пятерым, потому что, как они находящиеся, как работники ЗАГСа, ну, депутаты. Давайте не будем затрагивать. Я думаю, задали вопрос. А я не могу, я не хочу поддерживать вас, да, в этом плане. Поэтому я рассказываю свое мнение. Что сделала партия пенсионеров за три года для сёстров? Мне интересно, может, я ошибаюсь. Что конкретно сделали коммунисты, вы говорите, патриоты? У них большой потенциал. Сегодня это... Что сделала справедливая Россия? Я не говорю личных отношений, я лично знаком с 90% в языке. Дальше, вы говорите, поймаете? Я говорю свое мнение. Я выразил свое, я возразил. Значит, относительно депутатов Законодательного Собрания, это 13 человек, одна и та же команда, секретарем партии, который в Севастопольской отделении партии является губернатором. Он же председатель правительства, это разложает, да, потому что это же Единая Россия. Вот, и вот Единая Россия, я считаю, сегодня в Севастополе, она тоже антиоднородная, как вы говорите, террористическая организация. Я говорю за Севастополь, за Севастополь, потому что она антинародная. Более того, мы великолепно все знаем, что Законодательное Собрание, особенно Единая Россия, это не партия большинства и большинство населения. Ну, если, конечно, не считать диванных, 70%, которые проигнорировали выборы, а Единая Россия, Севастополь, то у нас в 19-м году из 320 тысяч избирателей за Единую Россию проголосалось всего 36 тысяч, ребята. Примерно какой процент? 11 процента. 11 процента. 11,2, 11,3 процента. Поэтому им права никто не давал. Далее, я считаю, я это решение не признаю, не признаю, которое они приняли по QR-кодам, потому что оно антинародное. Вот, я не признаю депутатов этого Законодательного Собрания в том плане, что я им, ну, этим, Единой России, я им не доверяю. Вот, и я сторонник того, что они должны покинуть, сдать свои мандаты. Добровольно? Добровольно. Но, я еще хочу закончить мысль. Значит, что получается? У нас на сегодняшний день, мы 7 лет в законодательном поле Российской Федерации, до сих пор нет закона об отзыве избирателями депутата. Нет этого закона. За исключением того, что они также принимали клятву, как и губернатор. То есть, они нарушили клятву, данную севастопольцам и городу. Они предали и севастопольцев, и города. Более того, я предполагаю, я не буду говорить, утверждаю, а предполагаю, я хотя, вот, что там было заявлено, вот, сам председатель Владимир Владимирович Немцев сказал, что более 20 крупных общественных организаций поддержали завод QR-код. Вот, я считаю, что он должен за свои слова ответить, пусть он зовет эти организации, мы у этих организаций спросим. А давайте его пригласим к нам. Павел Евгеньевич, можно я закончу? Да. Спасибо. Значит, я считаю, что пусть он назовет эти организации, мы дадим запросы этим организациям, давали ли они, законы ли их, было ли проведено совещание на совете, рассматривали ли члены этих огромных организаций этот вопрос, обсуждали ли они его и давали ли они. Нет, потом мы с вами получили, ну, общественное движение получили ответ от Аксенова, не Сергея Валерьевича, нет, депутата законодательного собрания, о том, что очень много севастопольцев обращалось к нему с тем, чтобы поддержать этот QR-код. То есть, я уже подготовил письмо как председатель совета, мы его обсудим, да, и будем направлять. То же самое хотелось бы, чтобы было предоставлено. Я, например, ни разу не видел ни митингов, ни заявлений в поддержку QR-кодов, да, или вакцинации. То, что против вакцинации, мы с вами много видели. Весь мир уже поднялся практически. Мы говорим о наших границах, России, в частности, в Севастополе, да. Мы видели с вами и знаем, и читаем заявления против QR-кодов, цивилизации, дискриминации. Каждый день это идет. А, ну, я не слышал, чтобы кто-то сказал, да, давайте. То есть, понимаете, вот опять же, ко мне приходят на, ну, этот, первая такая мысль, да, опять же, гибель. Что он говорил? Это если ложь произнесена тысячу раз, в нее начинают что? Верить. Верить. Понимаете, в чем дело? То есть, опять же, будет ли народный или человек, у которого есть совесть, доблесть и честь, да, обманывать народ, севастопольцев и севастопольцев? Я не голосовал за Единую Россию. Я не буду никогда голосовать. Вот, они для меня враги, они мне нет, друзья, они мои враги. Вот, поэтому я считаю, что законодательное собрание города Севастополя, а в частности, в частности, вот эта часть Единой России, да, мы все члены Единой России, они присвоили себе, то есть, узурпировали власть, не имея этой поддержки, и занимаются злоупотреблением. Самое страшное то, что там среди них еще есть офицеры и боевые. Это ужасно. Это да, это, конечно, такой осадок дает. Вот, дальше что? Дальше вот я, раз мы за законодательное собрание, не знаю, какие у вас вопросы, вот скажите мне, а кто давал законодательному собранию право назначать себе заработную плату? Давал ли кто депутатам Госдумы, да, заработную плату себе назначать? То есть, это к чему? Я все подвожу к тому, что, ребята, если вы народные, если вы народные, ну давайте у народа спросите, во сколько народ оценивает вашу работу? А то они себе там понаписали зарплаты в энное десятки. В среднем как дневник зарплаты? Я не знаю, не хочу. Я поинтересуюсь, очень интересно. В Севастополе, если ты председатель комитета или комиссии, председатель фракции, у нас зарплата выше 200 тысяч. Это при том, что у нас, ну, в среднем заработная плата, заработная плата средняя, где-то 25 тысяч, не более, да? То есть, это получается... А если учесть, что пенсию двумя супруга пенсионер получает там меньше 9 тысяч, ну... Восемь раз больше! Это новый повод для злых языков говорить о том, что Бенали опять обижен, у него у жены маленькая пенсия, да? В 20 раз больше, чем у пенсионеров. Вот, поэтому я убежден, и я считаю, что мы, наше движение, мы обязаны обратиться к каждому Севастопольцу с просьбой, чтобы они нас поддержали, чтобы отправить в отставку с позором, со свистом депутатов законодательного собрания. Именно, в первую очередь, Единую Россию. Спасибо огромное. Сергей Анатольевич, теперь Ваша очередь. Что Вы думаете про наше законодательное собрание? Мы делали обращение к законодательному собранию относительно принятия закона по QR-кодам, и какой провал, я считаю, у них случился. Вот я уже говорил о том, что мы отслеживали в Телеграм страничку Володина, да, где он там ссылался на 11 врачей, которые там для него очень большой авторитет по поводу того, что вакцинация нужна. И сколько у него было комментариев, там 800 тысяч людей, которые клеймили, я не знаю, какими там словами, и Государственную Думу, и этих 11 врачей, и Володина в том числе. И они одумались, Государственная Дума не стали принимать сейчас, не знаю, как это, на совсем... Ну, второе-то принято. Вот, но хоть, понимаете, хоть что-то. А наше ЗАГС-собрание показало, что они всегда под козырек. То есть у них нет своего мнения вообще. Об Единой России даже говорить не хочется. Я присутствовал на этих выборах, контролировал один из участков. И могу смело сказать, что половина людей, которые проголосовали за Единую Россию, это все надомники. То есть кто ходил по домам, вот сколько ходили по домам, столько у нас Единая Россия, даже чуть меньше. То есть по большому счету люди, которые пришли на участок, никто за Единую Россию и не голосовал. Поэтому легитимность этих выборов, ну, под очень большим вопросом. То, что касается Государственной Думы. Мы их предупреждали о том, что если вы не будете прислушиваться к мнению народа, к мнению севастопольцев, которые якобы вас выбирали и за которых якобы вы принимаете решения, то будут последствия. Поэтому... А не Госдуму, а ЗАГС-собрание. ЗАГС-собрание, я не говорю про ЗАГС-собрание, да? Да, я говорила. Ну, я говорила. Да, я имею в виду, что ЗАГС-собрание Севастополя, что севастопольцы... Меры приняты будут, потому что нужно подавать в суды. Вы, как законодатели, не понимаете, что вы антизаконные принимаете решения за людей, которые в этом городе живут, которые хотят в этом городе жить и развиваться. Вы принимаете решения, которые противоречат интересам ваших горожан. Поэтому ответственность должна определенная быть. Я знаю со слов депутатов ЗАГС о том, что единороссов собирали, о том, что им жестко сказали, если они будут голосовать против, то будут к ним применены меры, чтобы они будут отбираться у них удостоверение единороссов со всеми вытекающими последствиями. Да. Значит, ситуация какая? То есть это говорит о чем? О том, что мнение лично вот этих депутатов могло быть диаметрально противоположным. Но они заложники ситуации. И поэтому просто-напросто выполняют установки сверху. Кто эти установки говорит, тот антинародный представитель власти. А кто исполняет? Исполняет, конечно, естественно. Но вы-то исполнители будете за это отвечать. В любом случае вы будете отвечать. Вы заложники ситуации, потому что вы начинаете замахиваться на святое, на детей. Вы представляете последствия? Во всем мире вся ситуация по коронавирусу, она расписывается. Там расписывают все. Кто заразился после вакцинации, кто умер после вакцинации, сколько людей болеет тяжело или легко, вакцинированный, невакцинированный и так далее. Эта статистика вся есть у нас. Этой статистики нет. У нас все невакцинированные, все болеют и все умирают. Пока не забегайте. В принципе, следующий вопрос будет. Хорошо. Поэтому здесь вы не отслеживаете ничего. Вы руководствуетесь тем, что вам говорят сверху. И вы это выдаете за решение города, за решение горожан. Но горожане вам говорят открытый... Нет. Да. Вам горожане открыто говорят нет. Несколько организаций выступало. И в нашем движении, повторюсь, больше 40 общественных организаций. Ваши общественные организации, на которые вы ссылаетесь, мы знаем. Они прикормлены... Грантами. Вашими грантами. Вы их держите деньгами. И они готовы на предательство ради вот этих денег, для того, чтобы вы им их давали. У вас, да, у вас есть очень хороший крючок на всех. Вы располагаете деньгами, которые можете распределять и тусовать между организацией, между людьми. Сергей Иванович, я хотел добавить, что они располагают деньгами, которые не имеют никакого отношения к... Конечно. Это общие деньги, которые должны... Распределяться на благосостояние жителей этого города. Вы их используете в своих интересах против народа. Еще раз говорю, что абсолютное большинство жителей Севастополя, как и всей России, против того, что творится сейчас с этой вакцинацией. Я еще извините, Павел Иванович, хотел добавить. Сергей Анатольевич сказал, что было же заявление. Даже не ультиматум был. Требования были. Ультиматум. Ультиматум. Что вам, господа депутаты, было предложено властью, настоящей властью города Севастополя, это многонациональным народом, который имеет полную власть, непосредственную власть. А вы уже потом. Посредственно. Значит, чтобы вы, перед тем, как принять решение, провели городское собрание, городской сход граждан Севастополя, обсудили публично этот вопрос. Потом, чтобы вы проголосовали открыто. Далее, чтобы вы результаты голосования открыто, публично, в СМИ опубликовали. И непосредственно председателю законодательного собрания немцу Владимиру Владимировичу было дано поручение взять под контроль. Значит, ни одно из этих четырех требований власти города, этого народа, не было выполнено. Поэтому, если, вот я сейчас обращаюсь непосредственно к Владимиру Владимировичу и немцу, ничего личного, опять же. То, Валерий Владимирович, я считаю, что имя, наверное, поддержит подавляющее большинство севастопольцев. Вы должны сложить в себя полномочия как председателя и покинуть вообще законодательное собрание как депутата. Я хочу добавить несколько слов просто в отношении тех депутатов, которые проголосовали за принятие КРАК-кода. Господа депутаты, то, что произошло в нашем городе, и вообще, вот вы внимательно вообще считали Конституцию. То есть, ваше решение о принятии КРАК-кода, это фактически нарушение Конституции. Антикассио. Да, совершенно верно. То есть, вы замахнулись на самое святое, что у нас есть. На Конституцию. И за это вы потом ответите. Это не важно, через какое время. Но все все знают, все все видят. И это уже, это край. Это уже просто край. Есть Конституция, тем более, ну, с таким трудом была принята. Там общенародное было голосование, там много было всех событий предшествующих. Вышли на Конституцию, и что? И вы эту Конституцию, которая с таким трудом принималась, вы ее фактически проигнорировали? Вот. Я считаю, что вот мое личное мнение, что хватит, надо менять методы ведения борьбы. Я считаю, что мы уже ведем борьбу за свой город, за свой народ. И я считаю, за свои права, за свои семьи. Перешли все границы. Считаешь, уже пишут по поводу детей, что следующий этап это вакцинация наших детей. И уже пишут о том, что 15 лет человеку исполнился, самостоятельно имеет право принимать решение. Пусть попробует. Да. А вот алкоголь он только может с 21 года покупать. А прививку он может принять решение, пойти и привиться. Павел Евгеньевич, ну, прививки, это должно быть, в принципе, добровольно. Добровольно. Я не против того, что... Вакцинация должна пройти согласно, ну, я не знаю, не ГОСТа, требований определенных. Поэтому, ну, хотелось бы, чтобы вы тоже были, ну... А я говорю, у меня есть свое мнение, я говорю только оба свое мнения. Я считаю, что следующий шаг может быть такой, что родитель даже знать не будет. Ребенок пойдет в какое-то учреждение, и его там привьют, и все, он вернется привитый. Если до этого дойдет... Ну, вот что имеет в виду Паша? Он же имеет в виду то, что нас называют антипрививочниками. Ну, конечно. Да, да, да. Пожалуйста, прививайтесь, если ты хочешь. Да, мы не говорим. Вопросов нет. Это все так говорят, что ради Бога, если ты хочешь, иди прививайся. Мы против насилия. Насилия. Не должно быть насилия. Понуждения. Конечно. Это не понуждение, это принуждение. Фактически то, что... Поэтому он уже... Те этапы, которые прошли взрослые населения, на рабочих местах. Мы знаем, как Сергея Киселева фактически заставили. И он пошел и уволился, потому что его подвели к этому. Понимаете, подвели буквально в смысле нашего товарища, да? К чему подвели? К тому, что либо вакцинируйся, либо увольняйся. И таких людей мне звонили и говорили, что делать. Я говорю, а что, на каком этапе находитесь? Они говорят, мы уже написали добровольное увольнение. Да таких людей масса у меня есть. Да, вы что делаете? То есть, кто привился из моих родственников, у всех все связано с работой. С этим QR-кодом дестабилизация пошла. Разломали напополам людей. То есть, люди одни, которые QR-коды имеют, которые не имеют, они уже вошли в дестабилизацию. Да, уже фактически. Нет, кстати, по поводу вот этих сегрегаций и прочее. Я считаю, что это вообще слова, которые нам навязывают. Пошли вы нафиг со своими этими нерусскими словами. У нас есть русские слова. И мы должны, русские люди должны употреблять только русские слова. Надоело это все. Какие-то названия дебильные. Я уже смотрю, что надо ходить, уже скоро будет со словарем. Это как бы немножко отвлекся. Возвращаясь к собранию, я считаю, что тоже самое, как и Сергей Анатольевич, что депутаты законодательного собрания должны сложить свои полномочия. Но они этого не сделают. Поэтому я считаю, что нам нужно проработать этот вопрос в нашем общественном движении. И принять решение, хватит, надо ставить точку и идти в суды. Павел Евгеньевич, давайте мы сейчас конкретно сделаем предложение. Председателя законодательного собрания... Отдельный вопрос. Нет, мы сейчас и сделаем. Давай я не против. Председателя законодательного собрания, немца Владимира Владимировича, приглашаем вас в следующую среду. Давайте мы официально пошлем приглашение. Придите, мы не будем много людей собирать. Мы посадим человек 10 максимум. С соблюдением дистанции. Вы можете прийти в маски. Мы маски не носим. Но мы продезинфицируем. И давайте поговорим. Вы с общественниками поговорите. С мнением народа. Мы учителей пригласим. Мам пригласим. Молодых. Заслуженных людей. Уважаемых людей в городе. Давайте. С вас первого начнем. Вы готовы? Ну и заодно посмотрим, насколько вы сильны. Спасибо огромное. И генера Россия и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Где-то поднять. Я спокойно на путь. Все. Вы на путь. Вы должны быть контролем. Много больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев. Никто ж не спорит.